Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях начальник пункта централизованной охраны Ленинского отдела Росгвардии по Московской области, майор полиции Ольга Хомякова. И мы поговорим о работе службы вневедомственной охраны. Ольга Александровна, здравствуйте. Какие основные задачи выполняет вневедомственная охрана? Наши основные задачи – это охрана на договорной основе имущества физических и юридических лиц, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах, а также постах и маршрутах патрулирования, участие в обеспечении общественного порядка и безопасности. Это, пожалуй, основной, но, как вы понимаете, далеко не полный перечень задач, которые сотрудники вневедомственной охраны должны решать в ходе повседневной служебной деятельности. Как много людей пользуются услугами вневедомственной охраны? Растет ли число потребителей? В настоящее время в целом на обслуживаемой территории под вневедомственной охраной находятся более 2000 объектов. Среди них все детские сады и школы, которые принимаются по постановлению, поликлиники, больницы, объекты культуры и молодежной политики. А также большое количество коммерческих объектов, для которых, прежде всего, важно качество услуг охраны. Массив охраняемых мест хранения имущества граждан постоянно увеличивается. И в настоящий момент составляет 1500 квартир, частных домовладений, дач, гаражей, СНТ. Как сейчас можно говорить, качество продукта находится на высоком уровне и пользуется спросом. Мы стараемся не отставать от мировых трендов, делая наши услуги более удобными с учетом современных технических реалий. К примеру, наши клиенты имеют возможность для управления охраной сигнализацией пользоваться мобильными телефонами, всеми современными гаджетами, скажем так. Скажите, пожалуйста, на рынке представлено еще и частное охранное предприятие. Вот все-таки в чем преимущество именно в неведомственной охране? Что касается этого вопроса, то преимущество у нас действительно есть. Во-первых, неведомственная охрана – это государственная структура, входящая в состав Росгвардии. На сегодняшний день мы располагаем значительными организационно-техническими и кадровыми ресурсами. Наши сотрудники проходят серьезную подготовку, в государственных учебных заведениях сдают квалификационные испытания и полностью способны оперативно, качественно и эффективно выполнять свои служебные обязанности. Во-вторых, так как неведомственная охрана, в отличие от частных охранных компаний, не является коммерческой структурой, то, заключая договор с собственником, заботится именно о защите имущества от преступных посягательств, а не о получении прибыли. Средства, получаемые нами за охрану собственности, граждан и организации по договорам, поступают в доход федерального бюджета и зачисляются туда в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Еще какие-то преимущества, я думаю, что их еще есть? В-третьих, заключая договор на централизованную охрану имущества, вне ведомственной охраны, собственники вправе самостоятельно выбирать организацию, которая будет производить монтаж оборудования и в дальнейшем будет осуществляться техническое обслуживание охранных средств сигнализации, мы никак не ограничиваем окончательное предпочтение собственников, в отличие от частных организаций, которые право выбора практически никогда не предоставляют. Ну и, наверное, очень немаловажный вопрос. Все-таки бойцы Росгвардии по сравнению с сотрудниками ЧОПа наверняка более лучше выражены, экипированы. Совершенно верно. Они, во-первых, экипированы современными специальными средствами защиты и обороны, в отличие, чем охранники ЧОП. Во-первых, они вооружены. Трудно не согласиться, что появление бойцов Росгвардии с автоматами произведет на грабителей более сильнее впечатление, чем любые другие... Любое другое оружие. Да. Скажите, пожалуйста, во многих учебных заведениях летом проводились тактика специальные занятия. С какой целью они проводились? В современной реалии не оставляют сомнений, что жизнь стоит не только из приятных неожиданностей, которые человек, будь то взрослый, то ребенок, должен быть готов. Важно научить каждого сохранить спокойствие, уметь четко и грамотно действовать в сложных, чрезвычайных ситуациях. И на обслуживаемой территории, расположенном в Ленинском городском округе, примерно где-то 29 объектов общего среднего образования. Все они оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт неведомственной охраны. На плановой основе в течение всего учебного года, а также летом, в период подготовки к новому образовательному этапу, совместно с администрацией образовательных учреждений, мы проводим тактико-специальные занятия по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Основная цель таких занятий – выработать практические навыки взаимодействия персонала школы с сотрудниками вневедомственной охраны по сохранению жизни и здоровью учащихся и персонала. Кроме того, для образовательного учреждения – это проверка фактической готовности, проведению быстрой и безопасной для учеников и работников эвакуации. А для нас – дополнительная отработка слаженности и оперативности действий сотрудников вневедомственной охраны при поступлении сигнала тревоги. А сколько таких тренировок было проведено в 2023 году? – Провели уже более 260 тактических таких тренировок. Подобные тактические занятия способствуют автоматизации умений персонала школы действовать в экстренных ситуациях. – Сотрудники вневедомственной охраны также осуществляют контрольные проверки объекта в плане выполнения антитеррористических требований. Расскажите, пожалуйста, об этом моменте. – Начнем с того, что противодействие терроризму обязаны не только органы государственной и муниципальной власти. Обычные граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица также должны организовывать эту работу. Для этого им необходимо обеспечить безопасность собственных арендуемых зданий и сооружений. Каждый объект должен быть максимально защищен от угрозы извне. К примеру, если это школа, то директор обязан принять меры, чтобы террористы не проникли на территорию, а если такое произошло, чтобы была возможность мгновенно вызвать помощь. Персонал должен знать свои действия на случай террористической угрозы, и уметь оказать первую помощь пострадавшим. Само понятие антитеррористической защищенности объекта, сокращенно это АТЗ, определяется как состояние здания или территории, которое не позволит совершить террористический акт. Цель АТЗ – сберечь жизнь и здоровье людей, сохранить имущество и окружающую среду. Согласно федеральному закону о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, предлежат места массового пребывания людей. Если речь идет о здании или сооружении, то она попадает в данную категорию. Если в нем при определенных условиях одновременно находятся более 50 человек. Сотрудники Росгвардии участвуют в проведении экспертной оценки состояния АТЗ объектов и территорий, в ходе которой проверяют соответствие антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям данной полномочии, возложенной на Росгвардию положением Федеральной службы ВНГ РФ. В состав комиссии на категорирование объектов территории различные ведомственные принадлежности включаются наиболее подготовленные сотрудники Росгвардии, обладающие необходимой квалификацией и восстановленной сферой деятельности, и имеющие соответствующий допуск к сведениям, составляющие государственную тайну. Помимо Росгвардии в комиссию входят представители территориальных органов безопасности МЧС, МВД, ФСБ, органы местного соуправления, прокуратура. Также мы взаимодействуем с интерферистическими комиссиями муниципальных образований. Знаю, что для коммерции, для бизнеса ужесточены эти требования АТЗ. Какие штрафные санкции предусмотрены? В конце 2019 года появилась статья 20.35 КОАП РФ, которая предусматривает штраф для организаций от 100 тысяч и до полмиллиона рублей. А для должностных лиц дисквалификацию от 6 месяцев до 3 лет, либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей. То есть наказание серьезное, пренебрегать не стоит. Лучше, да, не стоит. Скажите, пожалуйста, вне ведомственной охраны, возвращаясь к охране именно имущества частных лиц, вообще какие предлагает действия? Насколько в современных условиях сейчас много технических новинок? Совершенственные средства охраны обусловлены развитием науки и техники, поэтому и защита личного имущества и собственности сегодня может быть реализована разными методами. Но как специалист в области безопасности, считаю, что единственным действенным способом является установка сигнализации. Вне ведомственная охрана предлагает наиболее надежные способы организации охраны имущества, которые включают в себя целый комплекс мероприятий по инженерной укрепленности вашей собственности, окон, дверей, ее техническому оснащению современными средствами безопасности. И основной элемент – это оперативное реагирование вооруженными и мобильными нарядами групп задержания. В своей работе мы широко используем новейшие современные охранные возможности, которые позволяют обнаруживать и передавать соответствие извещения на пульт, а также непосредственно группе задержания при попытке несанкционированного непроникновения на объект. В самой ранней стадии при этом значительно повышается эффективность работы по раскрытию преступлений и задержанию преступников по горячим следам. Также востребована услуга по установке кнопки экстренного вызова наряда полиции, проще говоря, тревожной кнопки. При попытке постороннего лица проникнуть на охраняемое помещение собственнику достаточно только ее воспользоваться. Просто нажать кнопку на брелке. И в кратчайшее время после подачи сигнала на место происшествия прибудет полностью экипированный и вооруженный наряд группы задержания. Охраны касаются любого имущества, да? Пояснимо. Это и квартира, может быть, и дача, и магазин, офис, машина? Магазин, все, что угодно. И любые объекты. Мы уже, как выше упоминали, это и образовательные организации, и медицинские организации, и коммерческие организации. Если говорить, например, об автомобилях, какие сейчас есть способы предотвратить от угона, от кражи? Вот это интересная тоже тема. Для начала необходимо понимать, что кражи и угон – это разные виды преступлений. За их совершение предусмотрены разные наказания в Уголовном кодексе Российской Федерации. Угон – это неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Проще говоря, если кто-то вскрыл чужую машину, покатался, а потом бросил, то это угон. Если же цель преступника – получить прибыль, например, продать автомобиль и разобрать его на запчасти, то это уже кража. Но в основе обоих преступлений все-таки лежит тайное хищение и воровство. А, как известно, воруют у нас все, что плохо лежит. Особенно, если ваше имущество ничем и никем не защищено. А наиболее часто где происходят преступления с автомобилями? По статистике. Вообще на сегодняшний день рынок охраняемых противоугонных систем в России очень развит. Угоняют в городах. на дачах. Из гаражей угоняют. С автостоянок угоняют. Частных гаражей. На сегодняшний день в Подмосковье уже пользуется такой охранной сигнализацией 2500 физических лиц. Также и юридических лиц мы тоже ставим под охрану. Это автобусы. Сейчас очень развит рынок противоугонных средств. Их множество. Расскажите, пожалуйста, самые действенные какие. Представлено множество инновационных технологий, таких как блокировка электрических цепей, иммобилайзером, установка различных систем, которые формируют сообщения о проникновении, дополнительная закладка GPS-маячков, позволяющих отследить местоположение похищенного автомобиля. Всем известны механические противоугонные замки. Они сейчас как-то немного подзабыты, но они эффективны, вот что скажете? Эффективны, да. В последнее время незаслуженно забыты и считаются немодными. Однако эффективность их применения достаточно высока. Они могут устанавливаться на руль, педали и непосредственно в коробку передач. Распилить их за короткое время не удается, так как при изготовлении замков используются высокопрочные сплавы. Безусловно, одним из самых распространенных способов является установка в автомобиле сигнализация. Но лучше, чтобы это был не просто звуковой оповещатель, а с выводом тревожного сигнала на пульт неведомственной охраны. Сегодня в наших подразделениях используется система автоохраны АВО. Это электронный комплекс защиты транспортного средства от угона, который на основе современных технологий передает сигналы тревога по выделенным каналам связи на пульт централизованного наблюдения в неведомственной охране, расположенной на территории нахождения автомобиля, для последующего реагирования группами задержания АВО. Система автоохраны действительно надежна, ведь в ней встроены собственные технологии шифрования для распознания метки, а информация об угоне подается по защищенному каналу. Кроме того, она очень удобна в использовании, так как спутниковым противоугонным комплексом и сигнализацией можно управлять через мобильное приложение. Вариантов сохранить свой автомобиль великое множество. Однако необходимо помнить, что эффективность защиты достигается при наличии именно комплекса мероприятий. Электрическая система сообщит о незаконном проникновении в автомобиль. Противоугонные замки заблокируют руль, педали или коробку. Звуковая сигнализация привлечет внимание к вашему автотранспорту. Все это в совокупности будет существенно препятствовать злоумышленнику в реализации его планов. И не позволит с легкостью в короткий срок завладеть автомобилем. Ольга Александровна, какие передовые технологии сегодня используют внебедомственная охрана? Следующий вопрос. Сегодня уже полностью внедрена новейшая система передачи извещений, которая благодаря защищенному каналу связи позволяет оперативно информировать группы задержаний, находящиеся на маршрутах патрулирования, а срабатывание охраны сигнализации напрямую параллельно с дежурной службой. Сигнал о нарушении целостности объекта дома или квартиры в автоматическом режиме поступает на специальные планшеты, которые используют на дежурство экипажа внебедомственной охраны. Одновременно с тревогой на планшете отображаются конкретные детализированные сведения об объекте. Росгвардейцы тут же видят его местоположение и кратчайший маршрут движения к объекту с учетом дорожной обстановки на текущий момент, а также возможные пути отхода, которыми может воспользоваться злоумышленник, желая покинуть место преступления. Это значительно экономит время прибытия на место происшествия и принятие меры к задержанию правонарушителей или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кого принимают на службу в подразделении внебедомственной охраны? Какие требования определяют кандидатам? Наверняка, это лучшие из лучших? Конечно. Это на сегодняшний день люди, желающие выбрать свою профессию сотрудникам внебедомственной охраны. К ним, во-первых, предъявляются особенные повышенные требования. Прежде всего, наши сотрудники должны быть психологическими, устойчивыми, уметь оперативно и грамотно принимать решения и быстро ориентироваться в сложившейся обстановке. Кроме того, среди близких родственников кандидата не должно быть судимых лиц. Эти требования продиктованы спецификой нашей служебной деятельности. Ежедневно выезжая по сигналу тревогу сотрудники нарядов групп задержания должны быть не только физически, но и морально готовы к любому развитию событий, в том числе и применению в отношении правонарушителей мер полицейского реагирования физической силы и спецсредств. А где проходят подготовку сотрудники? Новички проходят стажировку непосредственно в процессе несения уже службы. за каждым на этот период закрепляется наставник, который после окончания стажировки дает свое заключение о готовности обучаемого к самостоятельному несению службы с оружием. Такой подход позволяет не только познакомить новых сотрудников со всеми аспектами предстоящей службы, но и отсеять тех, кто по той или иной причине не готов к выполнению поставленных задач. В структуре вневедомственной охраны безусловно возможен карьерный рост. Для того, чтобы получить звание офицера и занять соответствующую должность, требуется высшее профильное образование, наличие необходимых навыков и качеств, что немаловажно, готовность к желанию профессионально развиваться. Ольга Александровна, спасибо большое за интересную беседу. А я напомню, что у нас в гостях была начальник пункта централизованной охраны Ленинского отдела Росгвардии по Московской области майор полиции Ольга Хомякова. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова